Зона Ох, ребятки, чё-то видосов давно не было-то, ну как так-то, ну хотя бы обзорчик маленький-то, да хоть бы Хорса пробудил бы его, да А он там чему-то спит, да ебись до него, заеба Какой сейчас год? Я был два месяца в заполненном Ромыч, а ты помнишь видос про калининградских сталкеров? Про каких? Про этих? Уже сегодня любой желающий может попробовать пройти Сейчас клуб открыт для всех калининградцев, с начала лета правила изменятся, требования для подготовки желающих вступить в клуб будут серьезней, а начальная подготовка займет не менее полугода Ты помнишь, там другие были, ну ебаный врод, на каскаде снимались И чё, крутые сталкеры, говоришь? Да хуя, мы лазили так до хуя Ну давай посмотрим, может быть нас это заинтересует, мы тоже станем сталкерами Да, чего только в жизни не бывает, каждый день все новые и новые открытия Кать, а ты вот знала, что не только в музыке индастриал бывает, но вот еще есть допустим индустриальный туризм Очень его сталкеры любят, хотя они признают, что они сталкеры Эээ, а кто они такие? Это герои романа братьев Стругацких? Стругацких я читал, прикольная тема Я на самом деле в этой теме не очень, а вот наш к... Когда случается так, что люди на растерзание времени оставляют свои места Эээ, но есть те, кто готов вдохнуть... Эээ, проводники в мир прошлого, сталкеры Слушай, знакомое место Сегодня в гости мы заглянули к самым настоящим бродягам по злачным местам, сталкерам Ярик, самый опытный и самый обученный сталкер Подожди, я думал какие-то, блядь, ночные волки наху Я думал сталкеры выглядят чуть-чуть иначе, чувак Вот ты как новобранец, скажи мне, что же тобой вообще движет? Какая сила? Наверное, мысль Это размышления Бабы, если дом был жилой, то был дом размышлись Он походу в аномалию попал, его переконтузило наху Тут какой-то человек, где жил, вот Дойти в одну квартиру и встретить, что здесь вот как бы коллекционер был То есть склеено этикетками различных иностранных напитков Бля, ну он выглядит как уёбок, чё тут хуесосить наху? Другой как-то мы были, вот Разбитая пианино и крестовая пластинка группы Pink Floyd Уже ему понятно, что в этом доме жили любители искусства Короче, я сейчас хотел разыграть сценку, что мы, типа, искусственными восхищаемся Но я не могу Хочу их хуесосить Хуя, я этого не застал, блядь Чего? Вот этого хлама Потому что, блядь, это было до ядерного взрыва Места я говорить не буду, потому что места у нас не светятся А не то ли это авиатехническое училище, братишка Которое, блядь, чуть ли не в центре города находится И, а, потом Припять Которое, блядь, кишит бомжами, нахуй, детишками Которые там играют с портфелями после школы Ха-ха-ха-ха-ха Присутствует? Нет. Когда залазишь на разные объекты, нужно соблюдать технику безопасности, вокруг опасность, вокруг стрём, вокруг монстры, алкаши, бомжи, охранники, всякая хуйня. На двери надпись «Не влезать», дверь закрыта. У меня что, не всталкер что ли, полез в окно, залез в окно. Полметра прошёл, вот так вот провалился на втором этаже. Кое-как выкаркался. И не повторяйте за нами, это опасно для ваших жизней. Компьютерные игры, книги, техногенные катастрофы, да и просто зависимость от образа адреналина, я думаю, что это всё-таки не то, чем руководствуются сталкеры. Зов души, вот мой диагноз и приговоры им. Берегите себя и делайте то, что вам подсказывает ваше сердце. Ну ладно, я же как дилетант себя сейчас повести хотел. Ставить диагноз, не посмотрев на пациента. Давайте посмотрим на пациентов для начала. Сейчас я вам расскажу про психологический портрет Эдика Гюнтерфера. Это значит, когда ты, блядь, определяешь психологический портрет человека по 10 фотографиям. Итак, у нас есть лишь 10 фотографий, попробуем составить психологический портрет по Эндиху Дюхвеве. Итак, первая фотография. Ну, здесь у нас ничего особенного. Пациент стоит в каком-то заброшенном здании и фоткает себя в зеркало. В принципе, по внешнему виду можно видеть, что это доработящий парень. Признаков ебанько не наблюдается. Косуха отсутствует. Это значит, что? Что парень, возможно, был в образе, когда снимался в фильме про сталкеров. Итак, следующая фотография по Гюнтерферу. Я не пойму, что это за зеркальца. Да и похуй. Третья фотография по Гюнтерферсе означает, что парень довольно опасен. Парень носит комфирированные штаны, что может говорить об его опасности. Возможно, он закупался в бутике Армия Россия. Россия, сила! Ммм, давайте набьем ебальник Обаме. А может, он закупился бы там, если бы у него были деньги. Например, я потратил деньги на два айфона. Итак, это уже четвертая фотка по Гюнтерферу. Слушай, это где, блядь? Это ЦБК, что ли? Слушай, а этот объект действительно очень, скажем так, что ли, скрыт? Эксклюзивный. Да, мы не знаем, где это, хоть мы и земляки. Гюнтерферс не знает ответа на данный вопрос. Пятая фотография по Джентльчасу. Дата 28 ноября 2012-го. То есть, следуя методу Гюнтерферса, можно дойти до того, что этот приятель примерно в 12-м году проебал свою косуху. Итак, описание по Гю... Блядь. Гю... Гюффиндорсона. Шапочка. Там написано на ней какой-то читес, блядь. Это... Как ее? Маска, нахуй. Какой, блядь? Респиратор. Который производится у меня на родине, в городе Владимире. Блядь, ты пиздишь, нахуй. Я тебе серьезно, блядь. В боу-центр зайди, нахуй. Там написано, произведено город Владимир. Именно вот этот, блядь. Да, именно вот этот, нахуй. Ты пиздишь. Я тебе отвечаю. Спорим, нахуй. Это еще и стал чек, что ли, нахуй. Дальше мы наблюдаем пиздатую жилеточку, нахуй. Такая жилеточка только есть у него и у... Пятидесяти тысяч рыбаков, нахуй. Нихуя себе крутой камуфляж Woodland. Ты хочешь провести анализ по татуировке? Да, я хочу увидеть, что у него написано. Между прочим, там написана фамилия великого немецкого психотерапевта Джеффри Гюнтерферс. Окей, восьмая фотка. Анализ по Гюнтерферсу продолжается. Призраки зоны, DJ Jar, stalker.des, собакаяндекс.ru И там свой почтовый ящик оставил. Окей, девятая фотография. Анализ по методу Гюнтерферсу. Смотри, у него на ноге радиационная хуйта. И противогаз. То есть, на момент 2011 года, а именно апрель 2011 года, наш пациент все-таки был ебанько в противогазе. Ну и наконец, десятая фотография. Анализ по Джерри Джексона. Сверху мы видим пиздатого челочка, блять, похожего на рокера. Который бы, нахуй, может, прижарил какой-то челочке рокера, что ли? Посмотри, красавчик же. Випаватарс.ру Нихуя, даже я таким не пользуюсь. Ну пока мой коллега листает, я пока что подведу первичный результат психологического теста по джинтерферону, блять. А я в секунде вот такую ветровку ищу уже который год нахуй. Ты, маль, бара, видел надпись, нахуй. Я тебе и говорю, ебанько. Я б такую себе купил, блять. Это не важно, мне кажется, что он обоссался. Но ведь на том видео был самый опытный бывалый парень, который был похож на сплинтера. Давайте попытаемся и его найти во Вконтакте. Как вы видите, здесь был, кстати, применён анализ Мегаватар. Мегаватар говорит, что улыбчивость данной фотки 100%, хуй пойми, это 86%, блять. Любовь 71%, хуй пойми 94%, хуй пойми 78%. Обожаю психологические тесты, ребята, это мой конёк. Ты чё типа завалить меня? Итак, третья фотография по Егермейстеру. Сразу видно, что подготовку он проходил в лагерях ниггеров где-то под Лос-Анджелесом. Четвёртая фотография по психологическому портрету джинтерференции говорит о том, что наш парень русский. Никто не сомневался, ёб ваша мать. Пятая фотография по Джерри Джексона говорит... От сердца к солнцу, братан. Это ты зря сделал, нас теперь закроют походу. Две следующие фотографии по джинтерференции говорят лишь о том, что наш парень... Парню не безразлична... История... Его расы... Сталкеры-фидорасы... Но не все. 2012 год. Наш приятель, бывалый боец, находится в активном поиске. Посмотрим, нашёл ли он кого. Шестая фотография джентльменского анализа, нахуй. В пизду. Я не хочу это комментировать. Я не хочу десять фотографий смотреть, мне это бесит. Просто скажем то, что парень женат и у него всё хорошо. Но нас ведь интересует не это. Нас интересует движняк. Происходит ли движняк в Калининграде, блять. Лазить по заброшкам я тоже хочу. Когда-то давным-давно, когда я ещё не знал чем заняться, я нашёл единовышленников во Вконтакте. Сейчас я попробую заняться тем же самым, потому что партизаны меня заебали, остачертели, остопиздили. И тут же без особого труда мы находим великолепную группу. Заброшки и заброшенные места Кенигсберга. Как мы видим, 39 подписчиков. Но это пока что до нашей рекламы. А как вы знаете, Калининград это 39 регион. Совпадение? Я так не думаю. Я вообще никак не думаю. У меня грипп. У меня температура 38. Нихуёво, отпустите меня, блять. Я не буду снимать на фронталку, но его нафиг. Так удобнее. Но я снимаю на целую палку. На втором этаже. Я подготавливался. Самое главное сидеть. Мам, женщины посидеть. Там вот спуск. Там крыша. Там вот спуск. Туалет. Извините, пацаны. Я выключаю это дерьмо, блять. Приветствую вас, комрады. С вами снова я и Куб индустриального туризма. Так получилось, что сегодня вторник. Так получилось, пацаны. Это, блять. Бывает. Я не позитивник. Это бывает. Всякое бывает в жизни. Всякое бывает в жизни. Сегодня вторник, завтра среда. Никто не вечер. Все переменно. Я единственное, что могу вам сказать, что сегодня в моей родной стране, в моем родном, в моих родных городах, в моей стране, в Германии, правда, это праздник душевнобольных. 14 февраля, так что я вас всех поздравляю с этим праздником. Всем вам удачи. И увидимся на вылазках. Я надеюсь, что мы увидимся на ближайших вылазках. Приветствую вас, комрады. С вами снова я и Куб индустриального туризма. Призраки зоны. Несмотря на непогоду, на дождь, а снегом, я все-таки выполз на Лермонтовский поселок, на дом под сносом. С вами был Яр. И Куб индустриального туризма. Также заброшенные места Кёнигсберга. Я скажу две вещи. Первая вещь, то что мы целиком это смотрим ради вас, подписчиков. Ну экономя ваше время, я эту хуйню буду перематывать нахуй. В связи с тем, что у нас на данный момент есть небольшая проблема с новыми объектами. Яр, ну что-то наперсоны, решил снова взяться за рукописи. А второе, надеюсь, этот жесткий нацик меня все-таки не зарежет в подворотне за то, что я немножко, знаешь... Анонс я кидал по поводу этого заброшки Кёнигсберга. Просто это жестко. Кто помнит, знает о чем я. Хорошо. Те, кто не ведает, поясню вкратце. Мы не говорим, что это плохо. Каждый человек занимается тем, что ему интересно. Просто... Мы показываем, что и такое есть в нашей области, чуваки. Я не могу нахуй. Заебал, может там что-то интересное. Интересное, блядь, уже... Ну, блядь, ну хз точно интересней. Приветствую вас, Комбрада. Приветствую вас, Комбрада. С вами снова я. Купиндустриального туризма. На очень старом моем объекте. Немножко мне стрёмно стало как-то здесь ходить, блядь. Такое ощущение, что здесь какой-то, блядь, наркоман. Кого-то бомбанул, короче, сумку здесь, в этом районе. И где-то здесь прячется. Хотя с одной стороны палил, а с другой стороны не палил, потому что... Ребят, короче, приколюха, блядь. Этот чувак сейчас делает селфи на фоне базы собра. На пол! Вот сзади меня, вон, находится ОМОН. Полиция наша. Подожди, ты видишь? Сзади, сзади, привидение. Чувак, осторожнее. Вот же, вот же, сзади, сзади, сзади. Блядь, еще не байдет. Короче, этот хуйлан ходит по заброшенному садику и 6 минут что-то рассказывает, блядь. Я не стал вдаваться в подробности. Я просто обозвал этот объект осень или осенька. Это тяжело. А я там ссал. Тяжело это, сука, осмыслять. Второй этаж. Я уверен, что кто-нибудь из подписчиков найдет его и осмыслит, но это не мое, ребят. Вы вот все сидите сейчас дома и думаете, какой же он, сука, сказочный дом моё. Вот, вот. Я, в отличие от вас, лазил, лазил, лазить буду. Ебатья, на заброшках лазил, лазил и буду лазить. Никто меня, блядь, не остановит. По заброшкам лазить. Барбай системой, блядь, 95 уровень, нахуй. По джентль персона, ахуй. Здоровее видали? Там у него напарник. Чё? Юные сталкеры, блядь. Ну давай иди сюда, это самая. Тёлка? Да, я видео снимаю. А, незнакомая тёлка. Я тебе могу стикер дать. Так, этот чувак хочет ребёнка изнасиловать на заброшке. Все заметили? А так, если что, заходи сюда, стикер увидишь. Заходи сюда, стикер увидишь. Сникер, сникер. Там девочка мимо проходит, а он её зазывает в комнату. Говорит, заходи сюда, сникерс по каждому. Общаюсь с молодёжью. Так, где там? Вон. Молодёжь. Юные сталкеры, блин. Блядь, вот это нахуй надо будет обрезать. Ладно, пусть с ним. Я так же всегда делаю, когда в видосах, скучные моменты. Говорит, надо обрезать, а хуй с ним. А, блядь, я, сука, стикер забыл прихерачить. Ёпажма. Так, стикер или сникерс, блядь? Стикеры, это лист. Нет, для девочки у неё сникерс, на. Так-то. Для девочек сникерсы, а для сталкеров сникерсы. Это самый унылый обзор чего-либо, который я когда-либо видел в своей жизни. Это объём моей работы. Сейчас надо вот эту вот стенку. стенку убрать. Если я правильно подрасчитал, всё правильно сделал, то сейчас будет ба-бах. Рома, иди снимай. Ладно, я пошёл снимать. Ну давай. Э, стопэ! А ты рассчитал, как ты рассчитал? Куда она у тебя ёбнется? Зацепив вот этот, блядь, полотенцесушитель? Кипяток будешь держать руками сам. Умник, блядь. Доверь! Вот доверь дураку стеклянный хуй, он их хуй разобьёт и руки порежет. На, ломай по частям. Ха-ха-ха-ха! Сука! Ну давай уже, блядь! Давай уже, блядь! все уже заценили твою елочку оригинальную привет вам мои маленькие любители индустриального туризма вот наконец и приходит тот долгожданный день и от лица администрации клуба поздравляю всех с наступающим новым годом не понятно почему 18 плюс этого видоса стоит я индустриального туризма несмотря на серовая погода мы все-таки выбрались на очередной объект симпатичная дивуля кстати у него улыбочка вытянулась сникерса приготовил клуб андрестрельного ты заебать на данный момент я нахожусь на смотровой башне а сегодня он эпатажен как никогда благодарен пашу трагину за то что у нас сюда все-таки вытащил вот еще я хочу сказать такое ребят мы собираемся или мы не собираемся я даже не знаю как сказать правильно ну хрен с ним ладно не попали вы по какой-то причине на на эту вылазку вылазка была ну что ж ребятки по итогам я могу сказать только несколько вещей во первых мне конечно удивительно пиздец что у нас в области такие люди бывают но это ладно во вторых не груз ты видел какие там телочки они ходят с такими чуваками а с нами не ходят с нами знаете максимум какие телочки ходят все-таки несмотря на то что сейчас на дворе 21 век осталось полным полно неизведанных мест я еще не ступала нога от трезвого человека я лично не знаю как ты а вот я вступлю в эту группу я еще узнал много интересных объектов на которые могу попасть на которых ты был в детстве лет в 14 нет но никто их не а не был ну правильно то что там воняет бомжать и пиздец да но он мне показал настолько интересные места что я теперь хочу туда попасть я сейчас пухну жил-был сталкер на свете его знали все даже дети его звали мечены он был лучшим сталкером но на самом деле он был стрелок он был лучшим сталкером Субтитры сделал DimaTorzok